Отслужу как надо и вернусь. На партизанской поляне прошло торжественное мероприятие с участием военнослужащих части 6703, которая базируется на новостройке. 32 новобранца стали полноправными солдатами, присягнули на верность Родине. Полчаса до присяги. По статусу еще новобранцы. Три недели сейчас составляет курс молодого бойца. С утра до вечера изучение воинского дела в теории и практике, строевая и физическая подготовка. Атмосфера хорошая, все друг за другом, коллектив хороший. Все нравится. Девушка ждать будет? Конечно. Настроение хорошее. Служить пойдем туда, куда отправят. Ну а так все хорошо. Научились всему, чем должны были. Больше половины ребят с высшим образованием. Еще больше процент спортсмены. До присяги есть время пообщаться с родственниками и друзьями. Призвали 6 июля. Самого трудного на самом деле ничего не было. В армии все нравится, все отлично. Ждали этого дня очень долго. Наконец-таки дождались. Сейчас будем все вместе стараться. Надеюсь, все получится. У меня трое детей. Он самый старший. Ну, я, конечно, очень волнуюсь. Ну, рада, счастлива, конечно, что время летит быстро. Вот уже и сыну 20. Я думаю, все будет хорошо. Отслужат мужчине каждому. Я думаю, это обязательно армия нужна. Праздник. Это праздник. Я и гордость за... Но не надо. Поэтому он мне запретил плакать. Он – это внук Артем. Мастер спорта по вольной борьбе. У парня уже два среднеспециальных образования. Присяга для ребят еще один рубеж. Божественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Характерно, положительную сторону отличается личный состав. Всегда очень много военнослужащих, которые имеют высшее образование, много военнослужащих спортсменов, либо которые профессионально занимались спортом, либо те военнослужащие, которые до этого любители спорта. 32 солдата получил 649-й полк внутренних войск МВД России. Этому взводу предстоит охранять важный государственный объект в Палужской области. Слова поздравления с присягой ребята услышали от ветеранов части командиров и отца Александра, который сам в прошлом преодолел путь от командира взвода до командира части. Получите эту воинскую специальность, добросовестно шею командировки. Вы идете выполнять настоящую мужскую работу. Вы можете этим гордиться. Отец Александр также напомнил, что каждое воскресенье в часовне на улице Каленина совершается молебен за сыновей, которые служат в армии. Мария Сергеенко, Игорь Винничук, телеканал РЕН-ТВ, Брянск.